Но Польша тогда не поддержала Петлюру и не дала ту помощь, которую надо было, чтобы Украина суверенная выстояла. Это тоже известно. И отступили войска Петлюры туда полностью, их разоружили, они в лагерях этих находились. То есть тогда фактически Украину со стороны Польши как бы не было той поддержки, которая нужна была. Это до начала 20 века, а теперь начало 21 века. И Польша теперь по аналогии, как говорится, оказалась тоже сам на сам. Ну что, Германия же не оказывает никакой поддержки. И вот последнее заявление министра внутренних дел Хофер, он собственно уже и не министр, пенсионерка Меркель, поэтому они все пенсионеры, они уже не министры. Но он заявил, что это не вопрос типа Германии и Польши, это вопрос Европейской комиссии. Европейский союз должен эту проблему решать. И поддержать Польшу. То есть не Германия дает деньги. И он сказал, да, Польша там пока очень хорошо поступает, она должна там типа как бы не пускать этих мигрантов. Да, и этот министр, он реально напуган. Он сказал такую вещь, что без Европейского союза поддержки ни Польша и ни Германия не решат проблему мигрантов. То есть курдов на территории, еще раз подчеркиваю, нынешней Германии минимум полтора миллиона человек. Минимум. А я думаю больше. Не 800 тысяч, не 900, не миллион, а где-то до двух миллионов. И поэтому курды говорят, мы идем туда, поляки пропустите нас. У нас к вам типа претензий нет. Но это так они говорят. А как они будут действовать, это же вопрос совершенно другой. Поэтому я думаю, что, по сути, мы видим ситуацию, когда польское руководство не в состоянии остановить уже развертывающуюся против нее войну и механизмы проникновения. То есть я могу, скажем так, вот спрогнозируем, просто подумаем. То есть не потому, что я там как-то злорадствую от того, что у Польши такая ситуация. Ни в коей мере потому, что очень как бы хорошо отношусь и к Польше, и к польскому народу. Но дело в том, что всегда очень печально наблюдать за совершенно глупыми, неэффективными, стратегически неумелыми шагами людей, которые имеют огромный потенциал власти, которые получают приличные деньги за то, что они находятся у власти, за то, что им народ типа доверил. Но у них не хватает мозгов. То есть фактически, ну потому что они тоже куклы. Они тоже куклы у лидеров ордена, у генералов ордена иезуитов. И в этом их проблема. В этом их проблема на сегодняшний день. Так вот, ну по-любому. То есть как будет событие. То есть действия ордена иезуитов всегда легко просчитать. Они действуют всегда одновалентно. У них цель оправдывает средства, это известно. И они типа, вот как бы, ну и Папа Римский, он же был генералом этого ордена сейчас, видимо, он уступил это место кому-то там другому, там известно кому. То есть, как бы это вообще не проблема. Так, ну фактически католической церкви сегодня правят иезуиты в мире. Так вот, смотрите, какая ситуация будет развиваться. Вот я вам даю, как эксперт, фахивец, хороший фахивец, специалист по стратегическому управлению, как они будут действовать дальше. То есть, вот, ну собственно, люди Путина, Путины и те, которые проводят это. Останавливаться они не будут. И поэтому вот эти слова, там, Хофера, там, и лидеров, там, Польши, премьер-министра или Дуды, что это такой-сякой, там, Лукашенко, да ему плевать на это. Но это все равно, чтобы прийти в зоопарк и начать говорить, там, тигру, который сожрал этого привратника, который его, там, типа, кормил. Он его жрет, ему говорят, ай-яй-яй, какой ты тигр нехороший, ай-яй-яй, ты людоед, ты съел того, который тебя мясом кормил. Вот это то же самое, что говорит Лукашенко. Лукашенко, он по натуре хищник, плотоядный. Поэтому, чем больше крови и мяса, тем он лучше себя чувствует. И поэтому он сегодня ловит огромный кайф от того, что он сумел своих всех придавить и стать, ну он же незаконный президент. То есть, я эту бедную Тихановскую на ноль поделил. Вы слышите что-нибудь про нее, про этих там, которые ее там окружают, вообще их уже нету, да? Вот, и теперь он перешел, помните, как я говорил, что будет, когда он этот самолет захватил? Промолчали? Вот вам, пожалуйста, дальше. Теперь он переходит к следующему. Это как Гитлер действовал. Все по той же схеме. Ребята, учите историю, читайте, там все написано, ничего нового. Все, как это уже было, как в Эккризиасте написано. Это было, это тоже было. И это все уже не раз проходили. Так вот, то же самое происходит сейчас с Лукашенко. Он набирает мощь. Но, конечно, он является сателлитом, големом, полноценным того же Путина. Но достаточно самостоятельным, многофункциональным. И они понимают, вот 400 километров польской границы. Вот им надо, четко просчитали, какой объем надо мигрантов, людей подготовленных в лагерях того же Таджикистана, в Сирии, там, в Ираке. Чтобы этот премьер Ирака не дергался, ему беспилотник на него пустили, что ты не зарывайся, парень, нам нужны курды иракские. Вот он все сказал, нет, ребята, нет вопросов, вы там решайте, я тут ни при чем. Вот, то есть у них есть этих курдов, хоть, как говорится, ешь не могу. Надо 10 тысяч, будет 10, надо 20, 30, 50. То есть, я думаю, у них есть сегодня уже ресурс 50 тысяч курдов. Ну, не будет там одна террористская компания авиапоставлять, будет другая поставлять. Будут какие-то там эти чартеры идти, будут военные самолеты, эти Анны летать, там, Антеи и так далее. Это вообще не вопрос завоза. Поэтому, понятное дело, что есть фактически уже создана модель, выделены на это деньги. То есть, есть нефть, курды обладают определенными деньгами, они определились. Они вошли уже в связь с германской диаспорой, и они уже отработали этот, как говорится, путь. Теперь вопрос, как они будут ломать эту границу. То есть, они сейчас отрабатывают методы. Что заявил Лукашенко, он там с своими этими гоблинами встречался. Там на личика их посмотреть, так это просто вечером встретишь, так это, как говорится, дай закурить, да. Это он с ними там вещал. На Белстат там есть такой этот сюжет. Про границу он им рассказывал. В том числе, кстати, про белорусско-украинскую сказал, надо укреплять, потому что Украина себя неправильно, типа, Зеленский ведет и так далее. Так вот, что он сказал? Он сказал очень четко, и что дать, приказал пограничникам и армии, люди замерзают, там дети, женщины, дать им, соответственно, теплые вещи, еду, подвезти палатки, вот так надо понимать. То есть, их всем снабжать будут. Естественно, их сейчас начнут распределять, чем их будет больше, их будут компактно распределять по всему периметру этой польско-литовской и белорусской границы. Ну, это 700, там и сколько, 400, это 1100 километров. Ну, ребята, ну это же понятно, что это смешно, закрыть ее невозможно. Ни польской армией, ни литовской армией и так далее. Понятно, я вам говорил в предыдущих своих, что Эрдоган не поддержит НАТОвскую операцию против этих мигрантов, оно ему надо, никогда не поддержит. Значит, НАТО не будет консенсуса. Венгрия, я думаю, тоже не поддержит, ну еще кто-то не поддержит. Италия не поддержит, у них тоже ситуация такая тяжелейшая. Поэтому, фактически, НАТО будет бездействовать. Что четко видно, Германия отмежевалась от Польши и сказала, Польша, ты действуешь правильно, продолжай, но мы тут ни при чем, это дело Европейской комиссии. То есть, ни денег, ни поддержки Германии, Польши, что не окажет. Германии это очень выгодно, чтобы была дестабилизация Польши, тогда она сразу наложит лапу на все вот эти земли, которые раньше принадлежали Северной Польше, Западной Польше, Германии, как при Гитлере. Поэтому, все идет по плану, все хорошо идет, с чем мы вас, ребята, все и поздравляем. Сейчас в Польше и так внутренне все напряжено с этими пандемиями, с этими всеми делами. То есть, там надо ожидать фактически внутреннего, очень серьезного социально-политического, а потом финансо-экономического взрыва. Это однозначно. Вот вам, товарищи поляки, вы думали, что можно вот так в очередях держать украинцев на этих пограничных пунктах, можно вот так вот это, как говорится, там не совсем, скажем так, гуманно и социально себе вести. Вот теперь разбирайтесь с другой проблемой. Не нравились вам украинцы, да? Так теперь, пожалуйста, получите совершенно другое. Я думаю, что через недельку-две будет уже где-то 15-20 тысяч мигрантов сосредоточено вот на этом пространстве белорусско-польском и будет нанесен тыловой удар через Литву. И Литва, конечно, падет, однозначно падет и Путин к этому нормально готовится, с чем я вас всех и поздравляю. Поэтому готовьтесь, готовьтесь к потрясениям. Ну, Украина тоже должна думать, что как она будет действовать, потому что для нее тоже, я говорил, запущен сценарий, только не мигранты. В Украине и так вся страна фактически, титульная нация, как мигранты находятся на правах мигрантов в Украине. Вот, и бегут со стороны. Поэтому тут вопросов мигрантов не будет. Тут другой вопрос. Тут есть Ахмедов, Новинский, Медведчук и прочие, которые запускают сознательно вместе со Шмигалем энергетическую катастрофу. Вот про это думайте. Ну, вот так бы хотел бы вам характеризовать эту ситуацию. То есть война, фактически российско-белорусская война против Польши, Литвы, ну и Латвии началась. Следующие шаги будут против Эстонии. Как они будут выглядеть, мы пока еще не до конца понимаем. Но будет еще не накоплена критическая масса. Ее доберут, поднятно. До конца ноября она будет набрана. И где-то они устроят полякам еще то Рождество будет у них католическое. Поэтому, ну, как говорится, будем все-таки позитивно настроены к Польше. Будем ее поддерживать. Но ситуация у них очень плохая. И, как говорится, не дай бог, чтобы у нас была такая.